Итак, завершение исследования анатомии произвольного линейного оператора мы, соответственно, вопрос ввели к тому, что происходит, если есть некоторое линейное пространство, на нем действует оператор B, такой, что B в некоторой степени, в какой-то там степени S, равен нулю. Просто. И все. Вопрос, как выбрать удобный базис для B, в котором записать матрицу, и как эта матрица будет выглядеть? Ответ. Сейчас мы сделаем следующее. Сейчас будет прямо настоящая анатомия. Мы препарируем пространство W. Препарируем следующим образом. Рассмотрим пространство W1, W2 и так далее, WS, которые устроены так. W1 — это множество всех векторов из W, таких, что просто BW равно нулю, и все. Сразу же обнуляет. В, то есть, нуль множество — это ядро. Ядро оператора B. Ядро B. W2 — это, грубо говоря, ядро B2. То есть, это множество таких В из W, что B2, B от B, равно нулю. Ядро B2. И так далее, вплоть до WS. WS — это множество таких В из W, что B от B от B и так далее от W равно нулю. И это просто W, естественно, потому что по условию BWS — это нулевой оператор. Поэтому все вектора переходят в ноль при действии BWS. Значит, это последний, он как бы уже W. Получается такая цепочка, да? Ноль, нулевое подпространство, лежит в W1. Оно, в свою очередь, лежит в W2. Ну, понятно, да, что если уже B от W равно нулю, то уж B от BW тем более равно нулю, потому что это B от нуля. То есть, они все вложены друг в друга, вот такой вот цепочкой. Ну и WS, оно равно просто W. Вот. Вот мы сейчас на основе вот такой цепочки будем исследовать то, как лучше всего нам строить базис. Значит, нам известно, что BWS равно нулю. Но, может быть, BWS минус первый тоже равно нулю? Если так, то, значит, раньше, уже раньше оператор B в какой-то степени равен полностью нулю. Давайте рассмотрим минимальное значение. R такое, что... Рассмотрим. R такое, что B в R минус первой степени не равно нулю. То есть, это не нулевой оператор. А B в R, то уже нулевой. Такое R существует. Либо это равно S, либо какому-то более раннему значению, если мы слишком с большим запасом взяли. Прекрасно. Значит, в этом случае ясно, что уже V... Вот если у нас есть какой-то R меньше, чем S, то уже W R равно всему пространству W, и нет нужды здесь дописывать до S. Поэтому можно вполне сразу вообще считать, что вот это S, это и есть R, то самое такое, что B в R минус первый все еще не ноль. Ну и тогда здесь, соответственно, у нас до R все идет. V R T равно W, но предыдущее не равно. V R минус один не равно W. Значит, что я теперь буду делать? Я рассмотрю максимальное количество векторов из W значит, нашего W, то есть W R, которые не лежат в W R минус один. и такие, что никакая их линейная комбинация там не лежит. Это называется базис над под пространством. Базис W равное W R над под пространством W R минус один. Это семейство F1 и так далее, там F, допустим, K, такое, что никакая нетривиальная нетривиальная линейная комбинация альфа 1 F1 плюс так далее плюс альфа K FK не принадлежит W R минус один. Но тем самым, естественно, не равна нулю. То есть это вот такое вот семейство будет заведомо линейно независимым множеством векторов. Потому что если бы какая-то комбинация была равна нулю, то тем более она лежит в W R минус один. Мы требуем как бы большего. Мы требуем, мы находим максимальное количество векторов из W R, что никакая линейная комбинация не лежит вот в этом предыдущем, предыдущем по вложению под множество W R минус один. И так как мы предположили, что W R минус первое не равно нулю, значит, такие вектора, по крайней мере, существуют. То есть можно выбрать максимальный набор таких векторов. Он будет не пустым, этот набор. Хотя бы один такой вектор будет. Отлично. Фиксировали. Утверждение. BF1, так далее, BFK линейно-независимы над W R минус два. Вот это вот такое ключевое утверждение для всей конструкции. Я утверждаю, что их образы не только линейно-независимы, но даже линейно-независимы над следующим подпространством. Ясно, что их образы, они уже лежат W R минус один. Потому что B V R минус первый от B F1, например, это B V R, это F1, то есть ноль. Поэтому вот эти вектора, они уже лежат. Они лежат V R минус один. И я утверждаю, что они линейно-независимы над W R минус два. Ну, доказательство это такое очень легкое упражнение. Попробуйте составить линейную комбинацию. Предположите, что она лежит W R минус два, и тогда B уберите за ее, так сказать, вынесите оператор B за эту линейную комбинацию. Тогда получится, что B от этой линейной комбинации лежит W R минус два, тем самым линейная комбинация сама должна лежать W R минус один. Это будет противоречить построению. Поэтому, если у нас были какие-то вектора линейно-независимые над W R минус один, то их образы линейно-независимы над W R минус два. Это очень важно. И отсюда следует, что их можно дополнить до базиса над W R минус два пространства W R минус один. Дополнить еще каким-то количеством там ну, как их назвать? Ну, например, G, да? G1, так далее, G, L новых векторов. Это будет, значит, базис W R минус один над W R минус два. Вот. То есть, если можно еще взять какое-то количество, то хорошо, потому что сами они уже линейно-независимы над W R минус два. Ну, может быть, еще какие-то есть, это мы не знаем. Может, есть, а может, нет. Если есть, мы берем максимально возможное количество и запоминаем их и применяем к ним тоже B. По совершенно аналогичным причинам B квадрат F1 и так далее, B квадрат FK BG1 и так далее, BGL обязательно ли линейне-независимы уже над W R минус три? В точности такое же рассуждение. А значит, можно еще добить там H1 какая-то там H K ELEMN O, P, R, S, E, T P допустим. P маленькая. Вот это вот набор будет базисом W R минус два над W R минус три и так далее. Тем самым, если мы в конце концов перейдем к W R1, то есть ядру, то в нем уже будет такой очень длинный набор, большой-большой набор векторов и еще могут быть какие-то новые вектора дополняющие. Тем самым, кстати, из этого следует очень интересный факт, который так просто не очевиден. Факт в том, что падение размерности происходит с возрастающей скоростью. Если от W R к W R минус один, например, размерность падает на три, это означает, что как раз вот этих вот векторов будет три линейно-независимых V R минус один в нашем W над W R минус один, то W R минус один над W R минус два вот разница размерности будет не меньше трех. И если она стала, например, 4 или 5, то следующая разница уже будет не меньше соответствующей величины 4 или 5 и так далее. То есть они вот так вот, они с возрастающей скоростью уменьшаются их размерности к нулю и в конце концов возникает ядро. Ну вот давайте теперь общий базис выпишем. По совершенно очевидным причинам которые можно по индукции доказать. Базисом для всего пространства W в этом случае будет служить вот такое вот семейство F1 и так далее FK это верхний слой, так сказать. Это те, которые при операторе BR минус один BR минус первый не переходят в ноль. Дальше переходящие в ноль вот эти вот, а также переходящие в ноль новые какие-то, которые значит пришлось добавить, чтобы дополнить до размерности, до разности размерности WR минус один и WR минус два. Дальше B квадрат F1 и так далее B квадрат FK BG1 и так далее BGL и еще H до какого-то там P. Ну и так вот до самого конца BR минус BR минус первой степени F1 все еще не ноль, потому что, как мы договаривались, вот эти вот не зануляются этим самым оператом BR минус первой FK B VR минус второй G1 и так далее B VR минус второй GK GL там BR минус треть и так далее. В общем, здесь вот до конца и последние какие-то тут будут, которые сразу будут зануляться. Вот эта огромная таблица образует базис во всем пространстве. Вот она. базис V W. Вот мы препарируя W выделяя в нем вот такую последовательность вложенных под пространство каждый из которых является ядром какой-то степени оператора B мы построили, сконструировали руками какой-то такой огромный базис, который нам очень удобен. Почему? А вот почему. Давайте возьмем например рыжий мел и посмотрим на эту ситуацию. Я утверждаю, что вот это инвариантное подпространство для оператора B. В самом деле BF1 равно вот этому BF B от вот этого равно вот этому так далее B от этого равно нулю. То есть любой вектор базисный из вот этих вот переводится внутрь вот той же того же самого семейства, а последний просто в ноль. А как выглядит вот в этом инвариантном подпространстве оператор B? Ну совсем очевидно как. Если у нас F1 это первый вектор, BF1 второй, B квадрат, F1 третий и так далее, то тогда F1 переходит в BF1, да? То есть он значит если мы их расположим, их значит удобнее расположить в обратном списке, в обратном, то есть перечислим эти векторы так, BVR-1 F1, BVR-2 F1 и так далее до BF1 и F1. Тогда вот этот переходит в ноль, то есть здесь все нули просто в первом столбце, вот этот переходит вот в этот, то есть все, значит у нас вот этот переходит в этот, то есть первый вектор, значит вот здесь единица, а здесь везде нули. Вот этот переходит во второй вектор, то есть у нас возникает единица на втором месте, остальные нули. Ну и самый последний переходит в предпоследний, значит это просто вектор ноль, ноль и так далее, один ноль. Вот диагональ, посмотрите на диагональ, на диагонали стоят нули, и под диагональю тоже везде нули, но над диагональю стоит вот такая вот такая планочка из единиц понятно что совершенно аналогично выглядит оператор b в каждом из вот таких вот инвариантов просто все вертикальные столбики инвариантные относительно оператора b и в каждом из них устройство оператора совершенно элементарная это просто вот такая вот клетка кстати называется жарданова клетка вот такие операторы жардан все это препарировал хирург жардан препарировал линейные операторы вот и здесь уменьшается размер клетки то есть если вот какие-то векторы добавляются следующая клетка будет меньшего размера но она будет в точности также устроена то есть посмотрите как просто устроен оператор в любом в любом таком подпространстве в соответствующем борисе. Это просто единицы выше диагонали, ровно на единичку выше диагонали стоят. И везде в остальных местах стоят нули. Все. Ну а тогда понятно, что оператор А, который от В отличается прибавлением Д, Е, будет иметь вид Д на диагонали везде. А дальше вот такие вот клеточки единички выше диагонали, потом прекращается здесь новая клетка начинается с единицами. То есть мы выставляем вот эти блоки друг под другом по диагонали. Они идут и везде просто на всей диагонали выставляем единицы. А блоки, они вот так, значит, один за другим идут. Значит, где блок прекращается? Где следующая единица заменяется на нолик. Все. Если есть ноль, значит все. Вот это вот блок, у него справа и внизу везде вообще нули. Про следующий блок, значит, это снова блок, которым, значит, идут единицы выше диагонали и по диагонали Д. Итог. Любой оператор над комплексным линейным пространством может быть записан в некотором базисе в виде блочной матрицы, у которой каждый блок содержит одно и то же число Д. На диагонали вот здесь дальше будет уже другое число Д. Мы напомним, мы рассматривали все это время одно из наших вариантах подпространств, в прямую сумму которых раскладывается исходное. Значит, блоки везде Д, а выше диагонали кое-где идут единицы, кое-где нули. На самом деле произвольным образом можно это записать, но проще, конечно, собрать единицы вот в такие вот комплексы, то есть блочно. Берем блок, вот здесь везде единицы, дальше вот здесь нолик, дальше новый блок начинается с единицами, дальше нолик, и у всех этих идут одинаковые Д. Дальше при старте нового Д, вот этого Д с чертой, например, вот здесь обязательно стоит ноль, потому что это инвариантное подпространство. То есть получается, что произвольный линейный оператор конечно сложнее выглядит, чем оператор диагонализируемый, у которого просто Д1, Д2, Д3 и так далее, там ДН. Но не так, чтобы уж очень сложно, потому что всегда существует вот такой базис, в котором принимает вот такой вот вид, это называется жардановая нормальная форма, и с этой жардановой нормальной формой произвести экспоненции альную операцию уже не составляет труда. Чем мы сейчас и займемся, на чем закончим полностью этот второй сюжет линейной алгебры. Линейной алгебры. Линейной алгебры.